Нужны ли маркеры на преэклампсию при риске 1.44 по первому скринингу после 30 недель беременности? Хорошо, что вы сдавали этот анализ. В этот анализ входили несколько показателей. Это ПАП-А в 12 недель. Это, скорее всего, плацентарный фактор роста, ПЛДЖФ. Хорошо, что его сделали. Потому что раньше в Москве Шире он назначался даже в государственной системе. Сейчас как-то стал, видимо, с перебоем поступать реактив в базовую лабораторию. Либо его вообще перестал делать город, мне не совсем это понятно. Но плацентарный фактор роста там участвует. Дальше ультразвуковой показатель, который касается маточного кровотока. То есть ультразвуковой показатель, который касается маточного кровотока. То есть это пульсационный индекс маточных артерий. И артериальное давление. То есть вот эти базовые показатели, которые входят в расчет риска при эклампсии в 12 недель беременности. 1.44 указывает на то, что у вас были отклонения по этим показателям. А это значит, что в принципе у вас идут скрытые риски. Поэтому здесь важно контроль гемостаза во время беременности регулярный. А контроль доплерометрии должен быть дополнительный. То есть мы обычно рекомендуем ее, начиная уже с 16 недель беременности раз в несколько недель. И в 20 недель, и в 24, и в 29 недель. То есть эти все вещи мы рекомендуем. После 20 недель беременности, вернее, точнее, после 19 недель беременности, здесь важно отслеживать соотношение S-VLIT1-PLGF, то есть S-FLT1-PLTGF. То есть это очень важный маркер, который показывает. После 30 недель беременности, иногда даже раньше, мы рекомендуем смотреть фактор фон Виллибранда дополнительно, потому что он имеет тенденцию к повышению. И резкое повышение фактора фон Виллибранда может быть фактором, который ухудшает, повышает риски. Обязательно регулярная после 30 недель беременности кардиотокография, отслеживаем состояние ребенка. Контроль показателей общего анализа матча для того, чтобы исключать протеину РИИ. Ежедневный контроль артериального давления и обязательно промежуточное ультразвуковое исследование после 30 недель беременности, потому что даже если все будет идеально в 30 недель беременности, после 30 недель беременности должен быть очень жесткий скрининг. И все зависит от того, как вас вели на предыдущем этапе. Но контроль должен быть обязательно. То есть если был 1.44, контроль должен быть обязательно на риски, которые связаны с нарушением полосинтернета. Редактор субтитров А.Семкин